Девочки и мальчики, мы с Винсентом в Лейк Мэри, очень красивом комьюнити, построенном компанией Тейлор Моррисон. Мы были здесь три года назад и здесь очень было много домов на продажу. Сейчас здесь осталось только два дома на продажу и всего лишь одна модель дома, а раньше здесь было 4 или 5 моделей. Но мы посмотрим сейчас на нее, потому что очень хорошего качества, очень красивого. Значит, эти два дома, которые остались, они продаются у них, ну, немножко поменьше миллиона, где-то 900 тысяч. Но дома просто шикарные на самом деле. Вот даже то, что я сейчас вижу, это вообще, это все вот эта комьюнити. Ну, обалденно на самом деле. Сейчас я вам покажу то, что вижу здесь и мы с вами пойдем в дом. Вот посмотрите, видите, такие шикарные дворцы напротив. Винсент уже зашел в дом, вот такие двери нас встречают. И мы заходим и будем любоваться вот всей этой роскоши на самом деле. Да, посмотрите, что сразу нам бросается в глаза. Шикарный высокий потолок. И давайте мы с вами зайдем вот сюда, налево. И посмотрим комнату. С потолком просто до небес. Вот такой вот офис. Очень длинные залы, вески, очень огромные окна. Очень-очень-очень. И все здесь очень. Я вижу, что там есть дверь из офиса, но туда пока мы не пойдем. Давайте мы, как только зашли, посмотрим сюда, теперь направо. И здесь у нас такая гостевая комната. Даже не гостевая, а приемная, наверное, больше, да? Я все время представляю вот эти приемные, что вот к вам пришли гости, а вы заняты, и вам прислуга говорит, посидите здесь, хозяин сейчас выйдет. Вот мне вот эти комнаты напоминают именно вот такие фильмы. Я не знаю, что еще вам сказать, но это именно мысли мои. И здесь тоже вот такой же потолок до небес. Винцент, что вы думаете? Да, он говорит, что видел до этого. Ну да, вы видели этот дом? Да. Сейчас я очки свои уберу. Так. Может быть, кто-то и помнит уже эти дома. Мы показывали с Винцентом там. Посмотрите, вот такие лестницы, они отделаны такой кованой, коваными перилами такими. Здесь они деревянные. Ну и наверх мы обязательно пойдем попозже. Ну, что нас здесь встречает справа? Здесь шикарная дайнин-рум, шикарная столовая, давайте так, да, будем называть. И, между прочим, между столовой и вот этой комнатой, комнатой для ожидания нет стены. Это все открыто, все такой вот спейс. И вот здесь, посмотрите, какие шикарные потолки. То есть модель тоже будет продаваться очень скоро. Ой, пойдемте сразу на кухню, потому что столовая, она, конечно, всегда прикреплена к кухне. И вот такая вот кухня, она квадратная. Посмотрите, все у нее белое в этой кухне. Вот надо Наташа Карпенита показать. У нас Наташа Карпенита ищет белую кухню. Это я знаю. Поэтому вот, Наташа, если ты меня смотришь, пожалуйста, тебе. Давай приезжай, переезжай. Мы тебе вот нашли дом. Будем с тобой вместе готовить на этой кухне. Вот такая вот кухня. Сейчас я покажу, какая она по размеру. Вот такая вот кухня. Посмотрите, посмотрите, какая огромная айланд. Здесь везде у нас ящички. Здесь посудомойка. Огромная вообще раковина. Холодильник. Посмотрите, какой холодильник. Шикарный. И вот так вот все. Здесь пять комфорок. Газ, что немаловажно. Здесь тоже ящички. Здесь у нас микроволновка. Здесь у нас духовка. Ну, все как в самых нормальных домах Лондона. Вот так. Ну что, с кухней мы переходим в зал. Посмотрите, такой зал. Там, где семья смотрит телевизор, отдыхает. И, конечно, панорамные окна на бассейн. Посмотрите, какая прелесть, какая красота. Туда мы тоже с вами обязательно сходим. Но вот сейчас, в данный момент, я хочу побыть немножко в этой гостиной и посмотреть. Да, посмотрите, в этой же гостиной у вас за спиной вот такие вот стульчики, где можно сидеть и говорить. Подавай, голубушка. Мы готовы завтракать. То есть, вот так здесь все устроено. Виндзен ходит. И я хочу вам сказать про качество этих домов. Качество этих домов, ну, просто мне... Я вам как... Виндзен, tell me about the quality of the houses. Oh, it's very well built. You've got... You've got the lower crown molding. See, it's got the big crown molding there. Здесь плентуса. It's got the upper crown molding. Везде плентуса. То есть, и сам дом, естественно, он бетонный. You've got resetted lights. Да, все, все так вот оформлено. И на самом деле, дома очень крепкие. Тейлор Моррисон, если вы хотите погуглить, посмотреть. And this is the older house. You don't see any cracks. Из чего сделаны. Вот. А Виндзен говорит, это дом не абсолютно новым. Он же моделью, сколько уже лет служит, да? И никаких, говорит, трещин, ничего этого не наблюдается. Потому что новые дома, они же имеют тенденцию садиться немножко, да? И вот мы с вами зашли в святую святых. То есть, в спальню для хозяев. Очень хорошего размера. С такими потолками. Да, очень красивый потолок. Размер. Размер окон впечатляющий. И вы просыпаетесь, и у вас просто панорамные окна с видом на бассейн. И мы с вами заходим в ванну. Посмотрите, какая ванна. Из мелких плиточек здесь сделана. Здесь у нас гранит. И... Ну, да, там сперва. Да, ванна. Вот это вот мне нравится, конечно. Вот это ванна. А померить, а померить. Ну что, давайте мы с вами проверим эту ванну. Да? На вид она мне казалась маленькой. Но на самом деле... It's not small. It's really good. Да? То есть, я лежу здесь полный рост, и ноги у меня вытянуты. When I sit in my above, I'm like this. I know. That's a six-foot pad. Вот, и я как бы могу здесь лежать и кричать. К нам прилетело провидение. It's a nice tub. I like this size. Вы наливаете воду, она полностью покрывает вас, и все. The only thing I would have different jacuzzi. That's the only thing I would have. Он говорит, я бы джакузи поставил. Ну, не важно, джакузи. Мне эти вот эти вот пузырьки, вот это вот бульканье, я на браторию люблю. Я люблю лежать в ванной, расслабляться, чтобы ничего не булькало. Это я люблю, на самом деле. Ну, как-то так. Вот у них тут мурица очень вкусненькая. Так, ну что? И полы. Полы сделаны вот, как делают на кухне, бэксплэш. То есть абсолютно вот такие вот классные, красивые полы. Также вот такой гранит подходит очень. Такие вот зеркала. Винцент, дайте сюда. Давайте посмотрим. Два душа здесь. Два включателя. That's nice. That's good. Yeah. Музыка Помылись, теперь чистенькие, будем смотреть. Ого! Ничего себе! У нас тут разведка работает, так скажем, такой клозет. И посмотрите, причем в этой стороне женский, а сюда идешь, и здесь уже мужской. Это очень большая дискриминация для мужчин. Вот здесь вот как маленький закуток для мужчины, а туда разворачиваешься. Сумки, туфли, платье. Чего только у тебя тут нет, тетенька. Понятно все с вами. Идем дальше. Вот такая вот ванна для хозяев. Я считаю, что просто шикарная, да, и очень шикарная ванна. И здесь у вас туалет. И выходите. В принципе, она, конечно, не такая, как во дворце, но шикарная. В общем-то, уже не скажешь, что это стандартный дом. Этот дом уже до миллиона, знаете. Дальше идем. Здесь у нас такая, такое окошечко. Идем сюда. Здесь у нас ванна для гостей. То есть половинная ванна. Когда гости приходят, они, значит, пользуются этой ванной. Здесь у нас полочки для полотенец. Выходим, идем опять в эту комнату. Ну что, Винсент, we go outside or we go outside later? We go outside. Посмотрите, с этой стороны лестница у нас, да? С этой стороны лестница. Там, где кухня. И с этой стороны лестница. Видите, две лестницы. Я думаю, что эти две лестницы соединяются наверху. Но мы обязательно это сейчас посмотрим. А вот здесь мы еще не зашли. Здесь комната для стирания. Посмотрите. Здесь у вас будет гараж. Но так как у них офис еще пока здесь, да? Здесь сделан офис. Но на самом деле это комната для стирания. И вход в гараж. И вот здесь в кондиционер. Посмотрите, как здесь. This would be the washroom. Yes. Washroom and this garage. Так. Ну что. Вот это входная дверь, куда мы зашли с вами. Мы пойдем с вами наверх. Maybe you go to another side. Maybe you go to... Что там за мной? Maybe you go to this stairs and I go to go. Давайте посмотрим, встретимся ли мы с Винсентом. Если мы пойдем по разным сторонам лестницы. Ой. И район, конечно, Лейк-Мэри. Это один из самых дорогих районов Аварландо. Аварландоской области. Или как там, да? Знаете, как там. Классно. Кажется, что там пол, но нет. Там как бы насквозь. Ну что. Нет, с Винсентом, по-моему, мы не встретимся. Давайте посмотрим. О, это что ты говоришь? Да. Я не знаю. Итак, да, две лестницы встречаются в одном помещении, которое называется Man Cave. То есть мужская пещера. Здесь мужчины развлекаются. Пиво. Играют в миллиард. Cheers. That's good beer. Yeah, very good. It's heavy beer. Especially it's never end. Beer light. Да. Ну что, вот такая комната, и даже не знаешь, куда бежать здесь. О, смотрите, какие классные сапоги. Сапоги для езды на лошади. Так, заходим сюда. О, baby, you're gonna like this. Да, это комнат, домашний кинотеатр, где, посмотрите, даже диваны стоят в ряд. Здесь у меня был вот этот огромный экран с проектором. Так, здесь у нас все эти... Все, Винсент сел и запел, можно сказать. That's very nice. Такая компактная комнатка. Здесь закрыта. Если хотите, откройте там окно, в принципе, да? Вот, там окно. Но такая вот специальная шторка, которая закрывает и делает эту комнату темной. Темная ночь. Ну все, Винсента уже не выгнать отсюда. Винсента уже не выгнать отсюда. Я напомню, где мы. Мы зашли сюда, да? И вышли на кинотеатр. А здесь, здесь у нас комната для гостей. Или комната для детей. Для кого вы хотите. Здесь у нас дверь на шикарный балкон. Прямо из этой комнаты. Давайте выйдем сюда и посмотрим. Боже, какая красота. Мы еще с вами не были в бассейне или на бассейне, или у бассейна. Но я покажу вам сверху, как смотрится этот бассейн на самом деле. Он очень здоровский. Вот там тоже была раньше модель, но она продана уже. А там, видите, печка какая, как в этом царстве, когда Вовка пришел в мультике, да? Печка улыбалась и говорила, вот там тебе пирожки и Вовка двоечник. Помните эту сказку? Я уже не помню, как она называлась. Ну, в общем-то, печка мне это напоминает мультик этот. И вот такой огромный балкон. Посмотрите, это не балкон, это целая комната. Это даже не лоджия, а именно вот... Не знаю, как это можно назвать. Как хотите, называйте. Так, здесь комната для гостей. И в этой комнате есть ванна и раковина. Все, что вам нужно для того, чтобы у вас было комфортное... Комфортное здесь времяпровождение. Так, что у нас здесь? Здесь у нас клозет, то есть гардеробная. Да, ладно. Он говорит, помнишь, мы дома смотрели за 2 миллиона, говорит, даже половины нет этого качества, того, что здесь есть. Так, итак, мы проходим мимо кинотеатра. И куда бы нам пойти еще? Давайте сюда пойдем. Мы идем сюда и видим закуточек, где кто-то может уединиться с компьютером, работать. Хотя есть, конечно, офис. Но, допустим, здесь могут быть дети, которые живут в этих комнатах. Посмотрите, какой красоты большая комната. Look at the guest bedroom. My goodness. I know. Вообще она похожа, конечно, на мастер-бедрум. Очень огромная. Если бы в ней была еще ванна, если бы в этой комнате была ванна, то это был бы просто второй мастер-бедрум. Но так как ванны нет, то она считается гостевой, естественно. I love it. I love it too. I said, if it would be bathroom here, it would be a second master bedroom. Oh, yeah. Oh, yeah. This is beautiful. Да, очень красиво. На самом деле, даже видите, из спальни у вас только коридорчик такой выходит. Да, большого размера. Клозет. Но, к сожалению, эта комната делит между двумя спальнями вот эту ванну. Поэтому по праву принадлежит этой комнате название гостевая. С маленькой-маленькой ванной. Вот знаете, в таких ваннах в Америке я все время представляю, только ноги попарить. Больше ничего. What do you say? You know, what you can do is just put a door right there and make this a mother-in-law suite. Because then there would be the door here. Can you open these doors? Yeah. It's closet. Там у нас полотенце лежит. Видите, с какими полочками тоже. Да, Винсент говорит, можно, говорит, вот это все соединить и сделать уже как mother-in-law suite. Or suite mother-in-law. Mother-in-law suite – это вторая комната как для хозяев. В ней принимают родители, допустим, да, или там, наоборот, детей, когда они приезжают с семьей. То есть очень удобно иметь в одном доме две мастер-бедрум. Так, но, конечно, это не каждый может себе позволить. Но я уже говорю про дома такие upscale. Итак, мы возвращаемся с вами. Так, у нас еще здесь один кондиционер для второго этажа. Мы возвращаемся с вами куда? Куда мы с вами возвращаемся? Еще здесь какое-то крыло. Здесь еще одна спальня есть. Да. Здесь спальня для мальчишки. И у мальчишки есть своя ванна. Видите? То есть у нас одна ванна для хозяев, одна ванна для мальчишки, и одна ванна для двух спарен, которые вы только что видели. И внизу еще половина ванны для гостей. Посмотрите, какая гардеробная большая, Винсен говорит. И видите, все отделано вот этими полочками деревянными, что очень приятно на самом деле. Ну, это модель, естественно, здесь мальчишка никакой не живет, но вам дают идеи, как можно сделать дом, который вы только что купили. А здесь, видите, и лестница, и входная дверь, в которую мы зашли. Мне очень понравилась эта комната на самом деле. Она классно просто вообще смотрится так. Вот такого вот размера эта комната с бильярдиком. Но есть где развернуться, правда? Посмотрите, как здесь классно. Вот. Вы представляете, я же не была не права. Я же подумала почему-то, что в этом крыле две спальни. И я сказала, эта спальня не может называться мастер-бедро. На самом деле может? Может. И очень легко. Потому что здесь ванна только для спальни. Я не знаю, почему я подумала, что здесь две спальни. Здесь одна. Поэтому я Винсен это и не поняла. На самом деле, здесь можно сделать стену. И здесь будет один вход в эту спальню и в ванну. Получается, что у каждой спальни в этом доме есть своя ванна. Что очень здорово, на самом деле. Мы еще не были вот здесь. Собвыдин Хавенгендер. Здесь тоже еще одна спальня. Посмотрите. Вот еще одна спальня. И здесь гардеробная. Does it have own bathroom? И сюда можно зайти в свою ванну. И в этой ванной у вас два входа. Посмотрите. Видите, вы можете зайти сюда, в спальню, и выйти отсюда. У каждой спальни есть своя ванна. Это очень прекрасно. Дом просто прекрасный, на самом деле. Очень комфортно будет жить в семье из четырех, из пяти человек. То есть мама, папа, трое детей. Да, или мама, папа, двое детей. Ну, потому что еще для гостей надо комнату оставить. В принципе, очень хорошо. Люди, которые зарабатывают неплохо в Америке, спокойно могут себе позволить такой дом, который неплохо зарабатывает, я повторяю, наверное, выше среднего уровня, конечно. Все, let's go, да? Let's go to the pool. Итак, мы сейчас с вами пойдем к бассейну и проведем там немножко приятного времени. Кстати, вот здесь бассейн, и здесь еще одна ванна с душем, и называется она пулбах. Пулбах это значит ванна для того, чтобы или душ, для того, чтобы вы зашли сюда после бассейна и не несли всю воду в дом. Так, здесь у нас находится летняя кухня. Вот она, улыбающаяся печка, лежанки, седушки, фантушки, бассейнушки. Посмотрите, как здесь классно и здорово. А, вылезла файлплэйс, файлплэйс, да. И вот, гости бегают. На самом деле, очень приятно здесь находиться. Мы только что были сами вот на этом балконе, смотрели сверху на бассейн, заметьте, здесь, здесь есть шторы, которые могут вас полностью закрыть от солнца. Если на самом деле вам на солнце уже не хочется смотреть, то вы можете закрыть себя от них. Хотя, я ведь напридумывала, посмотрите, а между шторами совершенно нет вот этой пауки. Винсент, tell me, where is that for? Вот Винсент тоже не поймет. I know. That's what I really surprised. Because I tell to people, you can cover yourself from the sun. Оказывается, нет. Просто для красоты провесили вот эти вот, чтобы не было столбов, а были просто журналисты. Ну ладно, я в этот раз ошибаюсь. Очень огромного размера восьми, на самом деле. Ну как огромного, вот как у Оксаны и Игоря. Так. Здесь такая площадочка, чтобы посидеть. и вот так вот дом смотрится шикарно. И Винсент смотрится шикарно на фоне этого дома. Крыши черепичные. Ну все вообще как доктор прописал. Здесь значит у нас летняя кухня. Backsplash. Сделан, посмотрите, как сделан Backsplash. Я в детстве помню в лужах видела вот такого вот расцветки керосин или бензин, да? Вы помните? Все время в детстве любовалась и говорила, надо же как красиво в воде вот такие круги. Потом оказалось, что это просто бензин. Здесь у нас гриль, здесь у нас водичка. Ну, здесь даже по-моему холодильничек. Да, здесь холодильник. Все, что вы хотите. Классить здесь инструменты. Да, очень здорово на самом деле, приятно. Очень приятно. Ну что, возвращаемся с вами на кухню отсюда. Так прохладно и приятно. Давайте вот я еще раз пройдусь, чтобы вы поняли, да, какая планировка здесь. Сюда я выхожу, здесь столовка, и здесь у нас приемная комната. Это я так ее назвала. Здесь у нас с вами комната для того, чтобы работал хозяин. А вот сюда-то мы не заходили, по-моему. Вот чьи степ. Нет? По-моему, мы здесь еще и не были. Ого! Вот это мы заехали. Так это офис, дорогие мои. Это просто офис. На самом деле это был бы гараж. Так. Ну и все. Мы зашли опять в комнату для стирания. Выходим. Все. Это очень красиво, да? О, да. Наступил момент, когда Винсент выскажет свое мнение. Винсент, что ты понимаешь о том, хаос. Два пальца вверх. На самом деле очень дом красивый. Если кто-то заинтересовался в этом доме или еще в какой-то недвижимости, вы после видео увидите мою бизнес-карт, мой телефон, мой WhatsApp, то есть телефон и WhatsApp на одном номере. Пожалуйста, мне напишите. Если у вас какие-то вопросы по недвижимости, если я смогу и отвечу. Ой, если не смогу ответить, обязательно найду для вас ответ. Все. Винсент, вы покупаете дат? Да, я бы. 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 район, где он стоит. Все очень хорошее. Все. Я надеюсь, что вам понравилось. Это было для тех, кто говорил, Наташа, когда будет опять Open House? Вот. Это для вас. И у меня очень много людей новых на канале, поэтому очень многие не видели вот этого дома, который я показывала когда-то три года назад. Поэтому еще раз показала. Пока они available. Но их осталось только два. мы выходим из дома и сейчас мы с Винсентом проедемся по комьюнити. Я очень хочу вам показать, что здесь дома все в принципе красивые, но разные. Они не как в инкубаторе одинаковые. Дома здесь очень на самом деле симпатичные. Поэтому я хочу проехаться, сама вспомнить и вам показать и буду ждать ваших комментариев, что вы думаете насчет этого комьюнити. Кстати, нужно узнать сколько здесь HOA в месяц. Узнаем сейчас. Мы с вами проедемся по комьюнити и увидим какое оно красивое это комьюнити. Короче говоря, HOA здесь 200 долларов в месяц. И таксы у каждого дома это 1.25% от цены дома. Вот вам ответ. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok